что не могут писать в чате непосредственно наши слушатели у нас вебинар называется как работать и зарабатывать торгуя по импульсным уровням и так я напомнил время у нас сейчас 18 часов 18 минут местное время по идее курс уже идет 18 минут еще осталось у нас где-то час 20 и так расписание мы все знаем что это проходит во первых все в 15 00 следующий момент на данном курсе мы изучаем возможность торговать по уровням сам курс который мы начали изучать буквально с 22 мая сейчас я покажу конкретно с какого момента это у нас все начиналось я еще раз повторяю что вы в чате сейчас писать не можете я думаю что в следующий раз эту проблему уладят и в чате можно будет писать все свои вопросы двинемся сейчас на 22 мая непосредственно так 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 сейчас я найду эту дату так 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 секундочку секундочку достаточно давно уже было вот именно с этой даты мы начали изучать наш курс вот я помещу сейчас это все в наш чат вот непосредственно с этого момента бы начали изучать возможность торговать по уровням открою сейчас терминал и покажу каким образом мы здесь на самом деле конечно нелегко без чата сейчас изложить материал без чата и так и так и так я рад только тому что со звуком у нас проблемы не должно быть потому что я знаю что со звуком на самом деле все хорошо и так я постараюсь вам рассказать по ряду примеров и в том числе пускай это будет по такой валютной паре как доллар к рублю у нас будет данный пример и так открою также страницу вконтакте здесь у нас здесь есть образец торгового плана открыть итак это авторская торговая система рекомендую скачать данный материал и тщательно изучить я вам всем написал что оказывая помощь торговле можно высылать скрины открытых позиций либо выставленных ордеров для того чтобы я мог проанализировать и подкорректировать вашу торговлю только для того чтобы я для реальных счетов это означает что это означает что многие из вас уже знают куда писать мне конкретно имеется ввиду вконтакте либо на личную почту лучше всего конечно писать вконтакте я могу помогать вам торговать по уровням суть торговой системы заключается в том что мы должны увидеть во первых направление куда торговать и во вторых надо дождаться того момента когда на рынке образовалась некая ценовая формация которую мы понимаем как определенный торговый сигнал для входа в сделку и с помощью данных непосредственно индикаторов которые мы используем мы распознаем этот торговый сигнал то есть мы во первых видим направление и мы распознаем торговый сигнал вторым основным моментом остается найти уже конкретно на каком уровне зайти в сделку для многих участников которые пришли только недавно на рынок весьма все что они видят на графике непонятно и поэтому нужны какие-то корректирующие направляющие моменты которые будут показывать помогать распознавать все что происходит видно на графике давайте покажу сейчас например на примере данного инструмента доллар к рублю здесь у нас непосредственно показана ситуация когда например с даты покажу со свечи которая у нас была 27 июня произошло определенное восстановление рынка по дневному таймфрейму вот если посчитать раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь свечей у нас произошло восстановление рынка в целом цена находится понятно что выше чем минимум цены который был 27 июня кто-то естественно мог зайти в какой-то точке и заработать на этом движении для новичков порой непонятно как на этом можно заработать где по какой цене зайти главный всегда вопрос и почему надо заходить в это движение может быть нужно продавать а не покупать для всего этого нам нужно иметь определенный набор инструментов для того чтобы распознавать куда во первых идет рынок и продолжил продолжится ли дальнейшее движение продолжится ли дальнейшая тенденция которая может поддержать наши открытые позиции то есть то либо мы купим либо продадим поддержит ли нас рынок здесь непростой пример и я специально с него начал потому что до этого мы рассматривали весьма простые примеры здесь у меня набор инструментов представлен из базовой скользящей средней moving average 200 скользящей средней экспоненциальная применяется close это я специально рассказываю для тех кто первый раз также есть пятая скользящая средняя тоже экспоненциальная она применяется к закрытию и есть тринадцатая скользящая средняя тоже такое же фактически свойство как и у пятой скользящей средней на самом деле если посмотреть 200 она точно так же просто добавлена больше периодов curves в целом согласно теория технического анализа данные скользящая средние каждый показывает определенное состояние рынка либо комбинации из эти скользящих средних показывает определенное состояние например я уже многократно говорил что если цена находится выше 200 скользящая средней ну я специально ее сделали потолще обратите внимание да если цена fonction выше 200 скользящая средней мы распознаем это все как восходящий тренд. Лучше всего, чтобы еще дополнительно 200 скользящая средняя росла. Если 200 скользящая средняя не растет, снижается, то мы распознаем это как нисходящий тренд, особенно когда цена находится ниже скользящей средней. Здесь вы видите, что на самом деле сейчас цена находится выше 200 скользящей средней. Мы можем рассчитывать, что да, действительно покупки присутствуют на рынке, несмотря на то, что мы сегодня наблюдаем большую черную свечку. С учетом того, что кроме 200 скользящей средней у нас есть еще и 5-е и 13-е скользящие средние, они тоже показывают определенное состояние на рынке, состояние отношения спроса к предложению или наоборот предложения к спросу. Если мы видим, что 5-е находится выше 13-й, мы понимаем, что спрос на рынке растет и вполне возможно, что спрос может продолжиться дальше расти, и поэтому мы рассчитываем на то, что надо заходить в это движение, чтобы на нем заработать, потому что мы считаем, что скорее тенденция продолжится, чем развернется. Это тоже заложено в основах технического анализа. В целом мы здесь работаем по техническому анализу, а используем экономические термины. Если 5-е находится ниже 13-й скользящей средней, они снижаются, мы понимаем, что это не спрос растет, а растет предложение. Если мы кроме всех этих разрозненных терминов соединивых воедино в определенную совокупность и будем использовать цену скользящую среднюю 200-ю, 5-ю, 13-ю, то у нас будет образована единая, совокупная, целостная система понимания состояния рынка, что в принципе нам и нужно. Я сейчас удалю эти фракталы, пока они нам не нужны, потому что я поэтапно вам все объясняю. Я оставил это с графика, по которому я веду внутридневный анализ рынка. Итак, когда мы понимаем, что 5-я находится выше 13-й, когда цена находится выше 200 скользящей средней, и когда 200 скользящая средняя растет, мы понимаем, что это восходящий тренд. Но не все так просто. На самом деле нужно смотреть также, когда произошел разворот рынка. То есть, например, переход из одной фазы в другую, о чем мы говорим. То есть, например, если посмотреть просто на скользящие средние, на 5-ю и 13-ю, то мы можем, например, в точке на 30-го мая увидеть пересечения 5-й и 13-й. Как правило, на самом деле, пересечения скользящих средних сопровождаются большими свечками. То есть, это большие свечи, либо белые, либо черные. Как правило, если 5-я пересекает 13-ю, снизу наверх, то мы видим огромную белую свечку. Если мы видим пересечение 5-й и 13-й сверху вниз, то мы понимаем это как огромная черная свеча, и, соответственно, рынок у нас после этого весьма вероятно продолжит двигаться вниз. Мы можем распределить все это по определенным периодам. То есть, пересечение 5-й и 13-й сверху вниз и обратно. Возникает определенная периодичность. То есть, периодичность, которую на рынке используют под названием фазы рынка. Фаза рынка восходящая, фаза нисходящая. Мы дополнительно внесли такие термины, как восстановление спроса, либо восстановление предложения. Если мы, например, до, к примеру, вот сейчас той текущей тенденции, которая у нас происходит на долларе к рублю, видели от, например, даты 17-го июня нисходящую тенденцию, то есть у нас произошло пересечение 5-й и 13-й сверху вниз, да, но небольшое пересечение все-таки было. И до момента, например, пересечения 5-й и 13-й сверху вниз, точнее, снизу наверх, мы уже наблюдали весь этот период. У нас была фактически ситуация нисходящей тенденции. Это была фаза нисходящей тенденции. И поэтому, если считать, что то, что сейчас произошло у нас с 3-го июля, то это уже у нас фаза восходящая. И чтобы не запутать вас всех сейчас, я просто хочу сказать, что так как мы дополнительно внесли такие понятия, как восстановление спроса либо предложения, само понятие восстановления исходит из того, что раньше на рынке был какой-то спрос. То есть, например, если посмотреть, что вот взять до фазы снижения от 17-го июня, на рынке реально был какой-то определенный спрос. То есть, спрос реально присутствовал. Пускай спрос был, может быть, не такой большой, не такой мощный спрос был, но все равно спрос был в той или иной степени. И потом возникла фаза роста предложения, то есть спроса не было на рынке. И вот у нас опять произошло восстановление. Восстановление должно произойти на какой-то определенный рубеж предыдущего уровня спроса. То есть, мы должны найти ту точку, где реально спрос присутствовал, то есть цена находилась где-то в каком-то районе, и мы видим, что цена вернулась на исходное положение. Суть торговли по импульсным уровням и по скрытым уровням сходится воедино в момент пересечения 5-й и 13-й скользящими средними. Это очень простая ситуация, когда данные скользящие средние пересекаются. И под час мы видим либо в момент, либо на следующей свечке большие свечи. То есть, если, повторяю, 5-й находится в моменте выше, пересекает 13-ю, то мы видим либо на текущей свечке, либо на следующей свечке большие импульсные свечи. Как правило, вот именно эти свечи нам очень нужны. Помимо того, что мы их называем еще импульсными, мы еще их называем свечки, которые восстанавливают либо спрос, либо предложение. То есть, уже детально я вам объясняю то, что весьма просто для понимания. То есть, на самом деле, как бы просто здесь не выглядели пересечения скользящих средних, они нам показывают на самом деле момент восстановления либо спроса, либо предложения. Если теперь уже говорить о том, что, допустим, на рынке доллара к рублю до даты, я сейчас пожирнее ее сделаю, вот эту линию, до даты, пускай 17-го июня у нас была в свое время то восходящая, то нисходящая фаза, то есть все-таки спрос был какой-то, да? И мы видели, откуда спрос начинал расти, то именно нам теперь нужно найти, если у нас спрос восстановился, до какой приемлемой точки должен восстановиться спрос, чтобы мы поняли, что реально спрос восстановился. То есть, технически мы видим, что именно со свечки, которая у нас была 27-го июня, у нас были белые свечки, то есть спрос рос. Почему мы не можем купить, например, на дне, когда цена была на дне 27-го июня? Почему мы не можем купить, когда цена была выше? И почему мы покупаем только тогда, когда появилась свечка, например, которая была 1-го июля? Почему раньше мы не можем по этой системе понять, что спрос восстановился? По той простой причине, что нам нужно найти, посмотрев в историю цены, то есть справа налево найти те точки цены, когда цена действительно восстанавливалась и раньше, до текущего момента. И мы видели рост спроса. То есть, вот, например, сейчас я покажу данные точки. Их легко, на самом деле, без фракталов находить. Потом я фракталы поставлю, чтобы вы поняли, что с ними гораздо проще. Итак, если посмотреть, например, на точку, вот на свечку, которая у нас была 26-го мая, или посмотреть на свечку, которая у нас была 9-го июня, мы понимаем, на самом деле, что в эти моменты рынок разворачивался снизу наверх. То есть, происходил разворот снизу наверх, и возникала какая-то тенденция. Пускай это была не очень длительная тенденция, но все равно спрос рос. Именно от этих точек спрос рос. То есть, именно с этих моментов происходил разворот. Что происходило на самом деле в эти моменты? Значит, появлялся какой-то покупатель, который по каким-то причинам, это группа покупателей, не обязательно, что это должен быть один покупатель. То есть, покупатель – это понятие образное, что это определенная группа участников, которая непосредственно развернула рынок. С этого момента рынок пошел в обратную сторону. То есть, происходило снижение, и в этот момент произошел рост спроса. Мы понимаем, на самом деле, что если с этого момента спрос растет, то для этого должны быть какие-то веские причины. Для кого-то, на самом деле, может показаться сомнительным то, что цена, если она развернулась, что в будущем, когда цена будет торговаться опять же в этом районе, что цена будет себя вести каким-то необычным образом. То есть, может показаться сомнительным, что цена может запомнить определенные эти отметки и торговаться около этих рубежей каким-то определенным образом. Для многих кажется, что на самом деле все, что мы видим на графиках – это все весьма хаотично. На самом деле, если посмотреть на определенные максимумы и минимумы свечей, просто вертикально их выделив, вот, например, еще один спрос был с точки 1 апреля, допустим, да, весьма существенный спрос рос, то в целом для новичков это все хаотично выглядит. Но когда мы понимаем, что если мы находим определенные разворотные точки, а потом смотрим на цену, когда рынок, например, растет, либо снижается, и около этих точек уже в будущем разворачивается, вот именно данные свойства, что цена в будущем, дойдя до этих именно точек, я даже выделю их вот таким вот образом, специально эту свечку, потом выделю другую свечку, по которой я нашел разворотный уровень, и, естественно, выделю еще одну свечку, которую мы находили здесь вот, в этом районе, да. Вот, я специально выделил торговые диапазоны данных свечей, то есть выделил три свечки, как вы видите, да. Для многих может показаться весьма невероятным или сомнительным, ну, не поверят, что цена реально запоминает разворотные моменты прошлого, и в будущем, когда она приходит к этим точкам, то она ведет себя неестественно, то есть имеется в виду, цена останавливается и начинает торговаться возле этих рубежей, и что-то с ценой происходит, что потом цена идет именно туда, куда она должна идти. То есть имеется в виду, что здесь я выделил определенным диапазоном максимумом и минимумом этих разворотных точек, разворотных свечей. Можно сказать, что это определенные точки, если говорить в перспективе, например, не дневного таймфрейма, а месячного, потому что для месячного таймфрейма дневные свечки, или пускай это будет для полугодичного, допустим, даже, или квартального таймфрейма, хотя у нас их нету, данные дневные свечи, они являются точками, то есть они микроскопичные. Но в рамках дневного таймфрейма они весьма не микроскопичные, и мы их видим даже в диапазоне. Как раз-таки в этих точках рынок разворачивался. В прошлом и в будущем цена, обладая определенным свойством памяти, свойство памяти действительно у цены присутствует, это неоспоримый факт, цена приходит к этим рубежам, и она разворачивается от них. Каким образом происходит разворот? Если просто выделять диапазоны данных свечей и брать максимум, минимум разворотных этих уровней, уже можно сказать уровней, от которых цена в будущем должна развернуться, то это будет весьма не точно. То есть вы увидите, что получается, что мы берем определенные районы, что не совсем удобно для расчета. То есть где вы поставите ордера? То есть вы будете ставить совокупность ордеров, или один ордер поставите на максимум, минимум, где вы поставите ордера свои? Нам нужна какая-то свеча или что-то такое, в которой будет выражена одна точка, где мы можем разместить свои ордера на покупку либо на продажу. Мы понимаем, что у нас в терминале есть, кроме свечей, линии, у нас есть еще столбиковый график, но столбиковый график – это почти одно и то же, что и свечной график на самом деле. И я могу сказать точно, что по текущий момент нет ни одного индикатора или нет ни одной ценовой фигуры, выраженной, например, как свеча, японская свеча, в которой бы показала нам только одну точку, где нужно именно по определенным доказательствам поставить свой ордер именно там, и это абсолютно будет точное значение. То есть имеется в виду, например, вот будет какой-то знак вместо свечи, где будет показана только одна точка, в которой будет скрыто свойство, например, спроса, предложения, где мы можем понимать, что поставив ордер только туда, мы будем понимать, что если цена туда придет, то только наверх, либо только вниз. Поэтому нам нужно все-таки выбирать из того, что мы имеем. Это, во-первых, потому что прогрессом до сих пор не останавливается, и в текущий момент мы имеем то, что имеем на самом деле. Имеем мы что? Я вам рекомендовал в свое время прочитать одну книгу. Еще раз я ее покажу. Она есть у нас в ВКонтакте. И если посмотреть, вот, комментарии, кто-то даже комментарий написал туда, да? Значит, пускай это будет данная книга, я вам ссылку снова ее в ВКонтакте скину. Весьма интересное пособие для изучения. Что мы отсюда берем? Это фактически первый источник. Это человек, который смог найти закономерности в цене и придумал фракталу. То есть, первоисточник фракталов. После этого я могу добавить фракталы, логично добавляя их на график. После того, как мы видим, что здесь весьма неудобно работать с данными разворотными уровнями, весьма непонятно, вот, если мы просто добавим фракталы, вот, мы видим, что, смотрите, сколько у нас значков появилось. Это показывает нам важные разворотные значения. Именно возле них, точнее, на них цена и разворачивалась. Данные значки мы знаем, что это фракталы, они появляются только, когда справа и слева появляются свечи либо выше, либо ниже максимума, либо минимума центральной свечи. То есть, фактически, это значение из пяти свечей, если говорить минимально. Обратите внимание, что вот на тех уровнях, на которых мы выделили, тоже присутствуют данные фракталы. Все, мы это видели. И я, в принципе, могу сейчас вертикальные, точнее, горизонтальные линии удалить, потому что они нам не нужны. Мы тем самым упрощаем анализ. Все, фракталы мы добавили. Реально гораздо проще стало. Проще стало, что конкретно? То есть, мы уже можем на какой-то свечке выделить именно уже только на каком-то значении, либо на значении закрытия, либо на значении открытия какие-то определенные уровни, относительно которых мы можем в будущем сделать анализ, проследив закономерности на рынке. Каким образом? То есть, давайте по порядку от текущего режима в рынке по доллару к рублю. Все, и мы сейчас и обсудим. Значит, здесь у нас есть справа налево, если посмотреть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь фракталов. Все эти фракталы образовались, когда произошел разворот на рынке в моменте. Зайти в момент, когда сформировался фрактал, невозможно, потому что он формируется, когда сформируются еще две свечи, либо выше, либо ниже, чем центральная свечка. Но зато мы можем выделить на этих фрактальных свечках в будущем какие-то значения, и мы знаем, что в будущем цена реально к этим значениям придет, и она будет себя вести так, как мы считаем, что либо восстановился спрос, либо восстановилось предложение. В зависимости уже от того, где конкретно закроется цена. То есть само по себе закрытие цены выше, либо ниже какого-то значения на фрактальные свечки дает нам понимание, восстановился спрос, либо предложение. Фракталы сама по себе естественная закономерность цены на рынке. Если пощелкать таймфреймы, вы всегда найдете множество фракталов в любом таймфрейме. Мы используем, например, фракталы дневного таймфрейма, считаем, что это наиболее важные таймфреймы для внутридневной торговли. И выделяем именно на этих фрактальных свечках определенные значения по определенной логике. То есть если мы смотрим, например, ждем, что спрос будет расти, мы в будущем смотрим на фрактальные свечи, у которых было значение вниз. То есть обратите внимание, фрактал даун, и мы находим на ней, на данной свечке, значение верхней части тела свечи. Таким образом, мы весьма точно можем отметить, здесь 3416960. Вот, я примерно отметил, но на самом деле не ошибся. Здесь и так очень большая свеча. На верхней части тела свечи я отметил данный рубеж. Потом я нашел еще одну свечку, таким же образом, видите. Вот, на верхней части тела свечи тоже данный рубеж отметил. Я могу скорректировать немножко поточнее. Вот. Собственно, почему мы взяли данные свечи? Потому что мы считаем, что если в будущем спрос будет расти, весьма вероятно, цена будет преодолевать данные значения. И мы будем понимать, что раз от этих значений когда-то рост спрос, в будущем если спрос будет расти, то мы поймем, что цена восстановилась на исходный уровень, от которого реально раньше рос спрос. То есть, говоря простым языком, если вы, например, что-то начинаете в своей жизни с какого-то момента, у вас все идет хорошо, например, вот от этой точки, которая у нас 9 июня, у нас начинался расти спрос. То есть, так же, как в жизни у человека начинает что-то делать, все хорошо идет, до какого-то момента, когда все разворачивается и все разрушается. То есть, спрос был, потом все разрушилось. Рынок – это психология, это группа участников, которые, естественно, как один человек, как одна система, также понимают, что раньше в какой-то момент было одно действие, потом оно разрушилось. И как и человек, который потом понимает, что если сейчас уже невозможно ничего вернуть, и в какой-то момент все-таки все возвращается на исходный уровень, то есть, например, потеря. Допустим, потеря, если очень простая ассоциация, например, с этой точки, вот, например, с 9 июня рос спрос. Потом спрос разрушился и произошла потеря. Допустим, вот ассоциация со словом потеря. В жизни у человека, что произошла какая-то потеря, он ничего теперь не имеет, и у нас растет предложение, да, то есть спроса нет. Потом в моменте что-то вернулось, и вернулось как раз-таки именно туда, где раньше у него было все. То есть, фактически опять вернулось на исходный уровень. С этого момента рынок помнит это значение, потому что это очень важная историческая ситуация, где действительно начиналось какое-то сильное движение. Очень часто на рынке, на дневных таймфреймах, это важные какие-то политические, экономические события, которые повлияли именно на то, то, что движение, и мало того, что разворот произошел, и последовало еще дополнительное движение в той или иной степени силы. Поэтому рынок, когда приходит опять к этим точкам, он помнит те события, которые были в те разворотные моменты. И, например, если цена вернулась в ту точку, которая была раньше, то означает, если в первый момент, допустим, вот возьмем эту точку, если 9 июня, допустим, в стране были определенные экономические события, цена это как индикатор, который считает, что оценивает ситуацию, например, по оценке 34,39. Пускай это будет именно то значение цены, которое мы видим, 34,39. То есть отношение доллара к рублю было рассчитано рынком 34,39 по совокупности экономической и политической ситуации в стране, допустим, и в мире в целом, взаимоотношения нашего региона с другими регионами мира. То есть рынок запомнил эту ситуацию, и в будущем, когда все опять стабилизируется, цена как индикатор показывает стабилизацию именно в тот момент, когда цена снова возвращается на исходный рубеж и закрывается, чуть-чуть, может быть, а бывает значительно выше, чем тот рубеж, который у нас был. Таким образом, мы вот, например, свечку, которая у нас 4 июля появилась, она закрылась выше, чем уровень 9 июня, мы понимаем, что это восстановление спроса произошло, и как раз-таки свойство памяти здесь этой роли играет, что именно все эти точки мы свели воедино. То есть конкретно я говорю не о диапазоне свечей даже, а о точках. То есть мы выделили определенные значения и свели их воедино. Почему я не беру, сейчас скажу, например, нижнюю часть тела свечей, или минимум не беру, или максимум, или что-то еще. я просто уже, можно сказать, на закономерности, которые постоянно исследую, я и решил брать именно верхнюю часть тела свечи, а максимум не беру. Это вот просто моя субъективная оценка. Почему? Потому что я считаю, что это абсолютно оправданно. В то же время бывает так, что цена восстанавливается, например, на рубеж нижней части тела свечи. Обратите внимание, это было. А потом весьма долго может цена торговаться, и через какой-то этап произойдет восстановление выше данного рубежа, что может говорить о более качественном восстановлении спроса. Или, например, я сейчас покажу ситуацию с другой свечкой. Вот тоже у нас был разворотный момент. Это получается у нас свеча от 26 мая. У нас спрос настолько сильно разрушился, то есть предложение выросло, что цена обновила минимум. Цена – это как определенный индикатор в совокупность мнений, ожиданий участников рынка. То есть, если для кого-то цена – это может быть выражением возможности для заработка, и кто-то даже понимает, что это как видит в этом только лишь деньги, на самом деле цена – это совокупность мнений и ожиданий. Поэтому это определенный индикатор, который показывает взаимосвязь спроса предложения через экономические и политические события. То есть, в целом, эта совокупность – это соглашение покупателей, продавцов, это договор. Поэтому просто так относиться к цене нельзя. она четко формализована и образует своим значением зависимость всех событий. Поэтому нам нужно находить определенные разворотные точки и правильно их анализировать. Если посмотрите, вот у нас спрос постепенно возрастал, например, до уровня 34.00, как я говорил, нижняя часть тела свечи, но потом произошел ценовой отрыв и цена закрылась выше. Видите, ценовой отрыв это гэп был. Закрылась выше и торговалась, вы видите, выше уровня верхней части тела свечи. Вот. То есть, произошло восстановление спроса. Сами по себе понятие скрытых уже уровней, которые я говорил регулярно, что есть такое понятие скрытый уровень, оно образовано из того, что мы знаем, что, например, если мы ждем спроса на рынке, то есть, мы исследуем свечки с фракталами вниз, мы видим, что в будущем спрос был нарушен, то есть, предложение выросло до такой степени, что цена обновила минимум этих фрактальных свечей. Стоит достаточно только обновить минимум этих свечей, чтобы мы уже поняли, что данные свечи, уже фрактальные свечи, это скрытые уровни. То есть, потенциально это уже заложенная предпосылка будущего в рынке. То есть, это уже дает возможность нам в будущем, опираясь на эти значения цены, предполагать, что когда-то, может быть, произойдет что-то около этих же значений цены, которые мы сейчас увидели. Почему? Потому что, повторяю, вы видите все это своими глазами и каждый день на графике мы видели. Я сейчас показываю специально сложную ситуацию, потом покажу попроще. мы видим, что спрос остановился и в конечном итоге цена торговалась выше, достаточно продолжительное время, выше верхней части тела свечи скрытого уже уровня от даты 26 мая. Что обычно нужно делать в этот момент? Это уже вопросы о торговой тактике. Просто так, если мы будем понимать восстановление спроса, просто анализируя свечи, этого на самом деле мало. Для того, чтобы имеется в виду, для того, чтобы рассчитывать на то, что нас рынок в будущем поддержит, то есть если мы сейчас купим, что рынок нас в будущем поддержит, нам нужно кроме восстановления спроса по свечкам относительно скрытых уровней, нам нужно еще на рынке иметь правильную структуру. Правильную структуру это взаимосвязь линий скользящих средних. Здесь, например, правильная структура роста спроса как таковой нет. В какой-то момент здесь у нас произошло пересечение пятой-тринадцатой и двухсотскользящей средней выше, точнее, пятой-тринадцатой находится выше двухсотскользящей средней и двухсотдневной она пытается расти. Потенциально здесь, да, формируется правильная структура роста спроса, только формируется, но еще пока весьма не ясно. Дело в том, что если, сейчас я расскажу вам о правильной структуре роста спроса, посмотрим на историю, что гораздо проще будет сейчас. Посмотрите внимательно, значит, здесь у меня есть график, например, от даты, пускай это будет январь текущего года. То есть, мы видим, что в какой-то момент пятая пересекла тринадцатую, да, это было у нас в январе текущего года. Пятая пересекла тринадцатую, цена реально была уже на определенном удалении от двухсот скользящих средней, и двухсот скользящая средняя, она уже показывала какую-то определенную динамику. Динамику это означает, что мы можем соединить последовательно какие-то минимальные, точнее, минимумы этой даже скользящей средней, и увидеть, что она растет у нас уже не один, например, торговый период, а несколько хотя бы, да. если посмотреть на текущую ситуацию, то у нас здесь внимательно, если взглянуть, то у нас только-только совсем недавно первую ступеньку нарисовала двухсот скользящая средняя. Ни о какой динамике здесь говорить нет смысла. Динамика это некое ускорение, устремление цены и дальнейшее движение линии скользящей средней, а здесь мы пока этого ничего не видим. Поэтому говорить о том, что сейчас произойдет дальнейшее резкое движение наверх весьма неправильно будет говорить об этом. Поэтому, если посмотреть просто на скользящую среднюю двухсотдневную в момент пересечения пятой-тринадцатой выше, точнее пятой станет выше тринадцатой скользящей средней, мы поймем, что здесь вот в этом момент реально рынок растет и вполне возможно, что рынок продолжит дальше расти. Почему? Потому что, скорее всего, это очень простое правило, спрос или тренд продолжится, чем он развернется. Очень простое правило, и все его знают на самом деле еще с базовых курсов. Данное простое правило, что тренд скорее продолжится, чем развернется, мы его называем самоподдерживаемый спрос на рынке. Пока про самоподдерживаемые предложения мы не говорим, мы просто говорим о самоподдерживаемом спросе. То есть, тренд скорее продолжится, чем развернется. Почему, скорее всего, это произойдет? Потому что существует определенная аксиома в техническом анализе. Это, во-первых. Во-вторых, с точки зрения того, что мы видим, что здесь сформировалась правильная структура Рососпроса, то есть 5-я стала выше 13-й скользящей средней и 200-дневной скользящей средней, означает, что здесь фактически реально в режиме онлайн кто-то из крупных участников начинает покупать. Если, например, покупок нет, которые осуществляются путем рыночных покупок, цена никуда не будет двигаться. Цена будет просто стоять на месте. Например, вот если посмотреть ситуацию до этого, с 20 декабря 2013 года, мы видим, что здесь у нас цена опускалась, опускалась и видите, что в какие-то моменты цена дальше не шла. То есть цена фактически опустилась до каких-то определенных значений и просто стояла на месте. То есть никто не покупает. То есть есть определенные лимитные объемы, кто-то продает, но цена подходит к этим значениям и немножко отскакивает, означает, что какой-то спрос есть, но в целом она не снижается. То есть есть какие-то объемы лимитных ордеров, которые стоят и не пропускают рыночные продажи. Это еще не означает разворот рынка. То есть вот эти все разворотные моменты, это еще не означает, что разворот рынка. Технически цена может пойти еще ниже. Мы не можем здесь покупать на самом деле. Нам нужно дождаться, когда произойдет восстановление спроса. То есть восстановление спроса на такой рубеж, когда мы поймем, что спрос реально восстановился, что действительно можно теперь покупать. Очень простая интерпретация будет здесь работать тогда, когда мы увидим просто пересечение 5-й и 13-й скользящей средней. После этого мы считаем, что рыночные покупатели уже начали заходить и если они покупают, тем более мы видим, что тенденция у нас начинает расти, нам ничего не остается, как только зайти в это движение. Но заходить нужно относительно тех исторических разворотных уровней, которые я только что вам показывал. То есть если мы посмотрим, например, на тоже скрытые уровни по первому фракталу, здесь их очень много, я покажу, которые у меня в графике умещаются. В какой-то момент мы видели, что был минимум, например, от 18 ноября 2013 года, потом был минимум от, например, 10 декабря, потом минимум был от 18 декабря. Мы видим последовательно повышающиеся минимумы и мы понимаем, что спрос есть, но для того, чтобы рынок продолжил свое движение, есть такая закономерность, которую многие на самом деле не знают. Цена должна от чего-то оттолкнуться, чтобы продолжить движение. То есть просто так рынок с пустого места, как говорится, не будет двигаться никуда. До свидания. Итак, значит, если показать снова все эти разворотные моменты, мы здесь не можем просто взять и купить. Почему? Потому что цена, когда она будет двигаться, например, в каком-то относительно длительном движении, она должна от чего-то оттолкнуться. То есть что-то должно вызвать движение. Для этого цена должна, если мы говорим о восходящем движении, сходить на какую-то экстремально низкую отметку, то есть противофазу. Для этого мы имеем как раз-таки вот эти вот уровни. То есть мы специально отслеживаем фракталы, которые у нас, фракталы находятся по минимумам. Раз, два, три, вот, например, фракталы. Мы отслеживаем в будущем, когда цена приходит к этим фракталам, пробивает эти минимумы и просто потом ничего не делаем, ждем. Больше реально ничего не нужно делать, как только ждать. Мы ждем, когда цена пойдет наверх, восстановится спрос. Вот мы видим, что в моменте онлайн, вот я не знаю, 32,47, 5,8,5, 32,46. То есть получается вот минимум 47, он выше, чем 32,46. Поэтому в принципе цена не пробивала данный рубеж. Зато пробивала уровень 32,64 и пробивала уровень 32,73. Теперь обратите внимание, что цена пробила сразу два рубежа и постепенно начала восстанавливаться уже в будущем. Восстановление, когда началось, тогда и мы должны заходить. То есть до этого мы ничего не покупаем. Мы ждем формирования правильной структуры роста спроса. После, когда мы видим, что цена, например, восстановилась на какой-то оптимальный рубеж, давайте посмотрим, когда это произошло, цена должна закрыться выше какой-то важной отметки. Давайте вот детально разберем эту ситуацию. Я сейчас специально покрупнее сделаю эту ситуацию. Например, мы видим, что цена пробила минимум фрактальной свечи, вы видите, да? Потом она закрывалась реально ниже нижней части и верхней части тела свечи. Следующие свечи тоже закрывались ниже. Сами по себе свечи – это как, я говорю, соглашение покупателей и продавцов. То есть фактическое значение в будущем – это означает, что соглашение их оценки состояния всех событий для того, чтобы вызвать какую-то дальнейшую предпосылку для какой-то будущей динамики. Это очень важное явление, и поэтому для кого-то свечи это просто ничего не значит. Для тех, кто ничего в рынке, конечно, не понимает. Если увидеть, например, вот свечку, обратите внимание, которая у нас произошла 30 декабря уже, да? Вы видите, потом у нас была еще 31 декабря свечки. То есть именно 30 декабря возникла предпосылка первая, вызванная чем? Вызванная восстановлением спроса. Как ни странно, резкий ценовой отрыв был, видите, да? И спрос остановился на какой рубеж? То есть сразу же закрылась цена выше чего? Давайте посмотрим. Она закрылась выше уровня верхней части тела свечи по свечке от 10 декабря, и закрылась выше нижней части тела свечи от 18 декабря. Что из этого мы имеем? Мы понимаем, что спрос восстановился на достаточный рубеж относительно отметки 32,70. То есть я вот специально покажу этот рубеж. Вот он, 32,70. Но относительно более верхнего рубежа я считаю, что восстановления не было. То есть у нас скрытый уровень находится на верхней части тела свечи, неважно какой он цвет у свечи. Поэтому мы видим, что цена до этого рубежа не дошла. Потом мы на следующий день наблюдаем, что цена пошла к этой отметке, но спроса не хватило реально на рынке, чтобы восстановить его таким образом, чтобы мы поняли, что реально на рынке сейчас спрос восстановился на приемлемый уровень, чтобы мы могли уже начинать покупать. Учтите, что вы не можете просто брать покупками своими, двигать рынки. Вы можете только присоединяться к какой-то доминирующей стороне, к какому-то тренду, например. Тренды не всегда существуют на любых таймфреймах в той или иной степени. Они вызываются покупками, продажами, спросом, предложением крупных участников. Поэтому вам нужно видеть эти движения, оценивать эти движения относительно каких-то значимых уровней, делать определенные заключения и входить в эту динамику. Все вот эти скрытые уровни, которые мы отмечаем, это очень важные значения, и поэтому относительно них мы можем рассчитывать не только возможность понимания, что спрос или предложение восстановились. Мы можем относительно этих рубежей отмечать еще зоны риска. То есть мы понимаем, что в будущем на этих отметках можно как открывать позиции, так, если рынок не идет в нашем направлении, закрывать позиции. Это очень важный момент, и я уже неоднократно об этом повторял, что можно остаться при своих, если рынок не пошел в нашем направлении. Многие, на самом деле, я сейчас не буду углубляться в подробности, досиживают до полного краха своего счета, если рынок не идет в их направлении. Я же показываю эти моменты, даю правильную систему и говорю, когда надо выходить из рынка, и когда снова входить, и по каким отметкам закрывать с минимальными потерями, если они есть в размере спреда, если рынок не пошел. Почему? Потому что если рынок не пошел в том направлении, в котором вы ожидали, вполне возможно, он пойдет в противоположном движении, сделает противоположное движение, и, возможно, даже очень далеко, и вы можете остаться без депозита. Поэтому эти уровни, они очень важны со всех точек зрения. Это зоны оценки риска, относительно которой вы можете торговать. Спрос восстановился на определенный рубеж. Мы видели, что потом было определенное закрепление. Но в связи с тем, что у нас произошло, тут вы видите, сразу же большой перерыв, то есть 31 декабря, потом рынок открылся сразу же 6 января, целой недели не было. Фактически можно сказать, что данный ценовой отрыв, это как если бы у нас здесь была одна свеча, то это была бы как одна огромная белая свечка, которая закрылась, например, открылась, точнее, на закрытии предыдущего года, это где-то было 32.85, допустим, и закрылась вот на отметке 33.18. То есть спрос восстановился. Все отлично. Теперь нам остается заходить в это движение. Очень часто бывает так, что цена, если восстановилась, она не касается уровней, относительно которых мы могли бы выставить свои объемы. То есть чуть-чуть не касается, бывает определенное значительное расстояние не касается, и мы не можем зайти в это движение. Некоторые хотят зайти по рынку. Я советую заходить только лимитированными объемами. Лимитированная покупка, либо лимитированной продажей, если есть для этого предпосылка. Значит, если мы увидели восстановление спроса, допустим, пускай мы будем рассуждать от свечки, которая у нас была 30 декабря. Если мы видим, что восстановление спроса произошло, мы должны научиться считать. Здесь нам нужно еще найти три свечи, одна из которых должна быть заключительной. То есть всего четыре свечки. Две свечки – это те свечки, которые вполне вероятно могут просто показывать, что цена стоит на месте, и ничего они особо по себе не значат. Главное, чтобы они не закрывались за пределами нужного нам значения. То есть технически, если мы видим, что восстановление спроса произошло, а следующая свечка является не белой, а закрывается даже ниже уровня 32.70, относительно скрытого уровня, я его другим цветом выделю, значит мы понимаем, что спрос, если закрылась ниже, спрос был, но тут же он иссяк. На самом деле, так как мы видим, что пятая находилась ниже 13-й скользящей средней, мы и не покупали. Поэтому, когда пятая стала выше 13-й скользящей средней, можно было заходить в покупку. Но обратите внимание, иногда, да, я говорю, что цена не касается, не делает точь-ретест или закрепление относительно нашего скрытого уровня, допустим. Такое бывает, но я вам могу сказать, что это не часто бывает. Чаще всего цена касается и очень даже хорошо. Если посмотреть на текущую ситуацию на данном инструменте, то есть у нас был скрытый уровень на отметке 34.16, цена, когда восстановилась, видите, относительно скрытого уровня 26 мая, был ретест двумя свечками, и потом произошло дальнейшее движение. То, что сейчас движение не состоялось, это уже другой разговор, совершенно другие предпосылки. цена не обязана расти вообще. Мы должны просто с вами отслеживать, если спрос на рынке в рамках четырех свечей. То есть вот у нас получается четыре свечки. Раз, два, три, четыре. То есть две закрепления показывают, четвертая в любом случае должна расти. Если она не растет, значит спроса не будет. Уже сейчас и весьма вероятно, рынок двинется сразу очень далеко и вниз. А тут мы видим, что спрос таки был, но какие-то события действительно произошли, что цена подросла до следующего какого-то уровня и потом развернулась. Что послужило разворотом здесь, это уже совершенно другой разговор. Суть в том, что мы должны находить определенные разворотные моменты, в которые должны понимать, что на рынке происходит. Это очень важно. И что нам при этом нужно делать. Нам нужно находить те точки, относительно которых мы можем заходить в рынок и в будущем, собственно, используя данные знания, в общем торговать. Я упрощаю понимание многих терминов, потому что мне писали в чате, что некоторые действительно термины весьма непонятно выглядят. Но всегда я стараюсь как можно проще все объяснить для того, чтобы и для новичков в будущем, используя данные интерпретации многих экономических терминов, было все реально просто. Значит, в сущности, что по ситуации, например, от 8 января 2014 года, если говорить о том, что здесь сформировалась правильная структура роста спроса, мы понимаем, что спрос на рынке возник, нам теперь нужно как-то зайти в это движение. Как зайти в него? Нам нужно, если мы хотим поучаствовать в этом спросе, просто взять и открыть меньшие таймфреймы. Если мы отслеживаем рост спроса на дневке, надо как-то зайти на часовике либо на пятиминутке. Если мы оцениваем здесь на часе правильную структуру роста спроса, значит надо как-то зайти на пятиминутном таймфрейме. Если вернуться, например, на стадию час начала года, я сейчас покажу эту ситуацию, то получается следующая ситуация. Вот он был ценовой отрыв. Обратите внимание. Спрос мы видели, что он возник, произошла какая-то динамика, и нам нужно было точно так же, аналогично, чтобы пятая была выше 13, скользящей средней, и 200-дневная скользящая средняя росла. Точно так же, как на дневке, нам нужно аналогичную картину увидеть и на часовике и попытаться зайти в это движение. Каким образом? Мы точно так же должны найти те же самые уровни, отследить данную тенденцию и зайти в рынок. Многие думают, что мы торгуем здесь по дневке. Многие думают, что мы торгуем по часу, когда таким образом мы переключаем таймфреймы. На самом деле мы торгуем просто в том состоянии рынка, которое мы просто видим в моменте в онлайне. Действительно, нет гарантии, что рынок пойдет дальше. Никогда не будет гарантировано, что рынок пойдет дальше. Просто есть определенный аксиом, а тренд скорее продолжится, чем развернется, если он существует. Но мы должны с вами всегда знать, когда зайти, по какой отметке зайти, и потом по какой отметке выйти из рынка. Последовательно можно открывать либо четырехчасовик, либо в часовике находить определенные точки, относительно которых мы можем что-то понять, что спрос восстановился, и зайти в это движение. Если вот только что я открывал часовик, там очень много у нас получается разворотных моментов. Цена вверх-вниз ходила, и мы видели, что, обратите внимание, пятая пересекала тринадцатую многократно, вверх-вниз. Если открыть пятиминутку, или даже открыть минутку, кому это интересно будет, здесь были даже супертренды в рамках торговой недели 1 января, точнее с 6 января по 10-13 января. То есть гигантское количество возможностей. Но если нам не нужно в этих таких огромном количестве сделок участвовать, нам нужно просто выделить наиболее оптимальные варианты, и мы уменьшаем просто таймфреймы по порядку. Мы находим, например, свечку после восстановления спроса, мы поняли, что цена, открывшись 6 января, спрос восстановился. Мы теперь должны как-то зайти в это движение. Вариантов нет, продавать мы не будем. Теперь надо зайти как-то в текущем движении. Мы также аналогично, теперь уже на меньшем таймфрейме, пытаемся все таким же образом посчитать и зайти, как и делали по дневному таймфрейму. То есть здесь мы, когда переключаем таймфреймы и пытаемся анализировать все таким же образом, мы используем свойства самоподобия цены. Свойства самоподобия цены как раз таки это и есть фрактал, говоря простым языком. Фрактал это, я вам уже показал, какую рекомендую литературу прочитать, чтобы вы поняли, откуда возникло понятие фракталов. И действительно, это очень простая ассоциация и очень простая система, закономерность, которую нам нужно отследить. Вот я нашел скрытый уровень. Опять повторяю, как я его нашел? Потому что минимум этой свечи, повторяю уже, только что я вам говорил в самом начале, был пробит свечками. Также у нас есть еще скрытый уровень справа налево. То есть у нас два скрытых уровня. Цена пробивала два данных значения и потом мы на верхней части тела свечи видим, как цена восстанавливается. То есть восстановилась выше одного значения, потом восстановилась выше другого значения. Все прекрасно. Теперь нам надо как-то зайти в это движение. Мы понимаем, что восстановление теперь уже в рамках четырех часовика показывает нам данная свеча, которая была уже 13 января. На часовике там было раньше, мы это уже видели. Там настолько было все, столько возможностей было и на покупку, и на продажу, что просто-напросто можно было торговать и вверх, и вниз на самом деле. Здесь гораздо меньше сигналов. И вот мы увидели, что достаточно было одного сигнала, чтобы зайти в целом в это все движение. Получается так, что спрос восстановился. Потом мы ждем, повторяю, четыре свечки нам надо. Главное, чтобы они были выше того уровня, на котором мы понимаем, что скрытый уровень. Раз, два, три, четыре. Вот. Явно, что они растут, никакого снижения нам не предполагают. Спрос восстановился. Мы должны зайти на второй свечке. То есть вот, если вы не зайдете, то вполне возможно, что следующие свечи, они будут уже весьма далеко. И мы видим, что действительно уже третья свечка уже далеко находится. И минимум ее тоже выше. Поэтому нужно было заходить на второй свечке. То есть первая свечка восстановления, на второй заходите. В случае, если какая-то из свечей закроется ниже уровня, на котором мы заходим, то есть, допустим, ниже уровня 33.11, то мы просто на этом же рубеже выйдем. У многих возникают вопросы, как можно выйти без потерь, когда мы имеем спред. Спред, я вам хочу сказать, это ваша минимальная потеря, которую вы можете заплатить, если рынок не пошел в вашем направлении. С этим придется смириться, с учетом того, что спреды на разных инструментах различные. Вам просто нужно отслеживать те таймфреймы, на которых предпочтительно торговать. То есть, если смотреть, например, доллар к рублю, то я думаю, что минимальный таймфрейм, на котором здесь можно заключать сделки, это 4-х часовик. Это оптимально все. Меньший там, в случае надобности, можно по часу зайти, но меньший таймфрейм здесь нет смысла торговать. Если торговать евро, то можно там на 5-ти минутки торговать, с учетом спредов. Разница существенная между доллар к рублю и евро-доллар. Если мы видим, что структура роста спроса здесь восстановилась, мы теперь понимаем, что наша зона риска 33.11. Мы можем, в принципе, разделить часть капитала, которым мы зашли, часть отправить на трейлинг, следить мы будем по ходу движения цены, а часть позиции можно закрыть буквально на нескольких свечах уже выше, которые были. У нас цена, когда отошла, уже у нас от текущего уровня, от скрытого уровня. Когда мы закрыли часть депозита, то есть часть позиции, точнее, мы закрыли, вернее, надо говорить, а мы зафиксировали часть прибыли, то мы можем наш стоп перенести на уровень без убытка. Что это означает? Мы можем его перенести на зону риска, относительно которой мы и заходили. То есть прямо на уровень, на скрытый уровень переносим и в любом случае тогда мы уже ничего никогда не потеряем. Никаких спредов и в любом случае, куда бы рынок не пошел, если он придет к нашей отметке, мы просто выйдем, у нас все равно уже прибыль есть. Цели, как мы находим, с целями очень просты на самом деле. Цели можно смотреть как на основном таймфрейме, так и на минимальном таймфрейме. Первый раз я сейчас хочу сказать, где ставится стоп. Если мы оценили, нашли скрытый уровень по отметке, например, допустим, 8 января 2014 года, нам нужно посмотреть, от какой точки начиналось это движение, где мы нашли скрытый уровень. Мы видим, что это начиналось буквально от ближайшего какого-то фрактала, либо 32.75, либо гораздо ниже. Под любым фракталом здесь вы можете свой стоп поставить, я думаю, это будет нормально. То есть первый стоп ставится за ближайший фрактал, я думаю, это осмысленно. Первый раз, когда зайти в сделку, нужно поставить его технически для того, чтобы если вдруг произойдет какой-то форс-мажор вообще, то есть вдруг что-то такое произойдет на рынке, рынок отреагирует на какую-то новость, вдруг будет какой-то катаклизм природный, чтобы у вас хотя бы стопы стояли вообще, технически, они всегда должны быть. Вот. Как только рынок пошел, стоп можно переставить на уровень безубытка. Цели отслеживать очень просто. Берем фракталы, находим два ближайших противоположных друг к другу по значениям. Сейчас я другой цвет покрашу его. Свойства сделаем. Пускай будет синего цвета. Вот. Соединяем два противоположных фрактала просто-напросто и находим целевые уровни. Все, больше нам здесь ничего не нужно. У нас фактически фиба уровни показывают, где мы ждем будущем цену. Я думаю, что это очень простая система для понимания ситуации на рынке и в будущем вы также ее будете использовать. Учтите, что главной фишкой, я так называю фишкой здесь, в этой системе, в принципе, является только лишь то, что мы находим скрытые уровни. Относительно них мы можем всегда либо зайти в сделку, либо выйти из сделки. Нет ни одной торговой системы, которая бы таким образом вам бы дала такие волшебные, можно даже сказать, уровни, относительно которых можно заходить и выходить с рынка. Просто так на самом деле обычно даются какие-то уровни, относительно которых входят в сделку, а стопы ставятся за километры. Здесь вы можете зайти в сделку и понимать, что если рынок пошел опять относительно какой-то отметки закрылся в другую сторону, вы понимаете, что рынок изменился. Если он изменился, значит, что-то произошло. Если что-то произошло, вполне возможно возникнет противоположная динамика. Пока она еще не возникла, лучше из нее выйти. Вы можете предупредить ситуацию раньше, когда вы ее быстрее сможете распознать. Я вам даю вот эти моменты. Больше здесь в принципе ничего сложного нет. Все в основном в этой системе заключается в поиске скрытых уровней. Либо на покупку, либо на продажу. Это, во-первых, для теперь уже того, что мы привносим из технического анализа, это понимание правильной структуры роста спроса либо предложения, как то, что нам даст возможность рассчитывать, что рынок скорее дальше продолжится двигаться в основном направлении, чем развернется. В этом суть понимания правильной структуры спроса либо предложения. И последний момент это здесь надо научиться просто уметь управлять позицией, то есть по правилам вы должны уметь правильно ставить свои ордера, рассчитывать риск менеджмент, управлять своей позицией нужно правильно и правильно фиксировать свои прибыли, чтобы у вас всегда сохранялась определенная прибыль. В будущем всегда можно здесь зайти в этой тенденции на повышение. Вот реально рынок очень сильно долго рос, обратите внимание, реально кто-то продавал, кто-то покупал, копейки зарабатывал, кто-то не поймешь как торговал. Я вам предлагаю просто если открываете каждый раз новую свечку, новую свечку и видите например переход с одной свечки на другую, белая свечка появилась больших размеров допустим, мы всегда говорим от какой-то важной тенденции торгуем, от сильного движения. Если посмотреть внимательно, сейчас это очень далеко мне надо листать, это же гигантское количество надо отлистать мне, ситуация сейчас не открылась, я не помню какой там был момент на самом деле, сейчас я снова отлистаю, так, так, у нас время осталось меньше пяти минут, так, опять на май меня отправили, давайте пятнадцатиминутку откроем, или пилить получас, или часовик, суть в том, что на четырех часовике мы там видели просто белую свечку больших размеров, обратите внимание, да, на часе, вот она тоже у нас есть, только она у нас разделена на несколько свечей, если открываем тридцатиминутку мы видим уже меньшее количество свечей, это в режиме онлайн, точнее большее количество свечей, и все они в определенных больших размерах, вот мы уже видим, какая-то у нас возникла предпосылка стабилизации цены, появился первый фрактал, я могу сказать точно, сейчас даже не открывая меньший таймфрейм, каждый минимум вот этих свечей, которые у нас были до важного фрактала по 30 минутки, в любом случае, на каком-то из минимумов здесь свечей был фрактал по 5 минутки, и потом произошло какое-то восстановление, я больше всего уверен, что свечка, которая была у нас например 18-30 по получасу, она же была и по 15 минутке, по 5 минутке, как свеча, которая восстановила спрос, здесь вы должны были заходить, следующая свечка точнее вы на ней заходите, сейчас я просто сделаю вам следующее, я открою эту ситуацию по 5 минутки, специально, у нас время немножко осталось еще, сейчас я дойду до этой точки, специально, не хочет отлистывать почему-то, не хочет мне перелистывать на ту дату по 15 минутки, к сожалению, к сожалению не хочет, почему-то я не знаю, не дает значит не важно если не дает до той даты мне отлистать ладно, пускай получас остается пускай остается получас конечно не очень мне это комфортно но в любом случае я хочу вам сказать следующее свечи на получасе которые также имеют определенные минимумы там находятся внутри пятиминутные свечи с фракталами точно так же аналогично можно зайти в это движение то есть никаких проблем пропустить движение невозможно после большой свечи в любом случае на меньшем таймфрейме будет фрактальная свечка которая будет показывать нам что можно зайти в этой тенденции в продолжение в рост спроса таким образом у вас будет возможность заработать буквально самым простым способом самое быстрое самое быстрое обогащение у вас будет итак у нас осталось две минуты так как у нас сегодня были проблемы со звуком я думаю что завтра у нас все будет нормально все наладится и и чат в том числе поэтому если если сейчас у нас две минуты осталось я просто напишу что мы завершаем наш вебинар я контакты свои снова вам отправляю сейчас мы проведем внутридневный анализ валютного рынка через несколько минут и я думаю с завтрашнего дня у нас с чатом будет все хорошо я буду видеть ваши вопросы и все сейчас пока всем спасибо до свидания спасибо 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 итак всем здравствуйте спасибо всем тем кто сейчас присутствует у нас на нашем вебинаре внутридневный анализ валютного рынка вечерняя его часть мы проведем анализ валютного рынка попробуем спрогнозировать на текущую ситуацию до конца до конца торговой сессии относительно данных валютных инструментов которые у нас присутствуют естественно на нашем вебинаре так так как у нас сейчас чат до сих пор не работает я проведу вебинар исходя из того какие основном мы валютные пары рассматриваем у нас с вами полчаса я попытаюсь проанализировать рынок все вам расскажу поэтапно по каждому инструменту итак давайте начнем с доллара к рублю исходя из того что сейчас мы наблюдаем здесь на неделе который у нас сегодня второй день недели мы наблюдаем фазу снижения то есть в нисходящей тенденции в восходящем тренде на недельном таймфрейме мы два дня видим нисходящую тенденцию в рамках недельного графика недельного таймфрейма на дневном таймфрейме у нас сегодня тоже большая черная свеча я сейчас отмечу важные уровни спроса предложения относительно которых я думаю можно рассчитывать наши риски и готовится либо входу либо выходу из рынка в зависимости от того торгуете ли вы на повышение либо на понижение значит важные уровни уровни спроса я их отмечаю это уровень 34.17 или 34.16 34.39 и собственно наиболее ближайший уровень относительно который я думаю сегодня у нас весьма вероятно цена и остановится это уровень открытия свечи на которой держу перекрестие это open 34.20 745 34.20 745 сейчас я его отмечу итак я на самом деле предполагаю что сегодня рынок дальше вниз не пойдет я думаю что стабилизироваться он будет около данного рубежа если посмотреть на 4-х часовик я думаю что потенциально цена уже скорректировалась до нужного уровня и я думаю что теперь вполне возможно будет локальный откат уже снизу наверх сегодня в начале торговой сессии я предполагал что весьма вероятно цена может скорректироваться к уровню 34.39 и допускал что может произойти снижение и на более низкие рубежи 34.17 например я выделял некий торговый канал боковой торговый канал который может возникнуть впоследствии то есть исходя из того что на дневном таймфрейме мы видели восстановление спроса и мы видим что действительно спрос восстановился пускай тенденции на повышение динамики мы сейчас не видим мы видим смешанную ситуацию но на 4-х часовике мы наблюдаем что весьма вероятно теперь раз рынок не прошел сходу уровень 34.17 я думаю что теперь вероятнее всего цена может задержаться в данном ценовом коридоре уровень 34.39 может теперь стать следующей целью отката от уровня 34.21 это я делаю предполагаю что скорее всего действительно теперь цена застрянет в этом торговом коридоре максимальная отметка данного коридора 34.60 допустим да а нижняя будет 34.17 средняя линия будет 34.39 предпосылок для резкого снижения вниз я больше не вижу я думаю пока что до сих пор если рынок сейчас уже не снизился ниже я думаю что пока на этом есть пока надо остановиться точнее я думаю что по крайней мере цена должна остановиться на данных рубежах потому что здесь мы видим большое количество поддержек на локальных уровнях и в том числе здесь есть поддержка на дневном уровне если говорить о том что на рынке присутствует вероятность понятно да и если вдруг все таки рынок закроется сегодня ниже уровня 34.17 то тогда естественно завтра я буду говорить о том что мы ждем локального отката к уровню 34.17 снизу наверх и вполне возможно снова восстановление к уровню 34.39 поэтому технически я думаю сейчас мы наблюдаем здесь стабилизацию цены около сильного дневного уровня паники никакой для того чтобы открывать продажу я не вижу я думаю что спрос был просто не такой качественный чтобы вызвать дальнейшее устремление цены наверх я предполагаю что цена будет стабилизироваться около достигнутых уровней сегодня вот как раз таки около данной отметки 34.20 если посмотреть скрытый уровень который мы находили 34.16 960 он находится очень близко к уровню 34.20 и в принципе оба два данных значения будут оказывать определенную поддержку рынку согласно пониманию свойства уровней я думаю что то что мы наблюдаем сегодня это скорее всего это тенденция отката как раз таки к уровню дневного уровня в рамках ретеста то есть закрепления я думаю что пока что здесь мы ничего не можем предполагать если сегодня рынок закрывается выше уровня 34.20 я повторяю буду отслеживать скорее продолжение динамики наверх к уровню 34.39 закрывается сегодня ниже уровня 34.20 34.17 я буду ждать ретеста как раз таки снизу наверх к этим отметкам пока вот мы в рамках то что здесь наблюдаем можем сказать что среднесрочных покупок по например недели которую мы там видели только навряд ли происходит какое-то серьезное восстановление в рамках нисходящей тенденции мы там не видим пока я думаю что все должно стабилизироваться буквально на данных рубежах в целом на самом деле я еще выделял полугодовую цикличность те кто помнят которые были у нас на вебинарах в самом начале июля я думаю что такая неопределенность цены будет на всех финансовых инструментах на всех рынках вплоть до 15 июля поэтому высокую волатильность нестабильность цены мы можем наблюдать вплоть до 15 июля после 15 июля я думаю тренды уже должны возобновиться итак если посмотреть на евро доллар теперь по евро доллару здесь у нас опять же ситуация стабилизации цены я вам говорил уже весьма вероятно целью снижения сегодняшнего дня уже говорил с утра уровень открытия белой свечи либо закрытия предыдущей черной свечи по которым я и естественно делал разметку то есть буквально вот данные рубежи которым цена пришла я и считаю что это есть те самые уровни возле которых теперь сегодня цена и может пока стабилизироваться я не думаю что сегодня что-то произойдет экстремальное экстраординарное чтобы вызвать на рынке какое-то сильное движение пока что я думаю что сегодня текущий день скорее всего так у нас и закроется если посмотреть на один из скрытых уровней которые мы здесь используем давайте посмотрим на уровень скрытый уровень спроса видно что цена в моменте восстанавливалась у нас вчера потом сегодня закрылась ниже значит мы можем говорить что спроса на рынке нет по факту сегодняшнего дня хотя он еще не закрыт текущий день не закрыт значит спроса нет по текущей ситуации на рынке то есть но предложение тоже экстремально сильно не растет но спроса нет теперь посмотреть по скрытым уровням на продажу если то мы можем выделить более верхний рубеж по другой свечке так у нас здесь несколько рубежей скрытых уровней пускай у нас будет рубеж ближайший и мы видим что реально цена сейчас находится ниже данного рубежа и как раз таки то что вызвало рост предложения это была у нас свеча от 4 числа вторая свечка получается у нас это было вчера и сегодня у нас продолжается закрепление с точки зрения торговли по скрытым уровням надо говорить о том что весьма вероятно завтра будет четвертая свечка которая должна быть ниже чем чем сегодняшние закрытия то есть предполагаем продолжение тенденции на снижение согласно тому что мы сейчас видим анализируя уровне предложения и восстановление предложения на рынке теперь посмотрим что у нас происходит по так 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 фунту фунт давайте откроем посмотрим здесь я напоминаю неоднократно я уже говорил о том что если вы хотите что-то покупать если у вас всего два инструмента фунт евро покупайте фунт если у вас желание продавать и у вас всего два инструмента фунт евро продавать и евро же время давайте посмотрим что у нас сейчас происходит здесь в текущей ситуации если внимательно взглянуть на график на дневке у нас на рынке правильная структура роста спроса я только что ввел вебинар я рассказываю рассказывал буквально о данных ценовых формациях то есть о данных тенденциях как надо себя вести в них то есть я понимаю что спрос действительно может продолжиться и если посмотреть например по ближайшим ценовым уровнем то у нас остается еще и по крайней мере возможность 72 300 достигнуть рубеж то есть потенциально я думаю что рынок еще пойдет наверх если сдвинуть возможность для расчета пониже да то мы видим что по крайней мере если использовать половину диапазона от 261 до 423 опять 72 300 то есть 72 300 я думаю цена должна его достигнуть пускай это будет не завтра но это определенный среднесрочный целевой уровень в плане если открываем мы четырех часове 8 если открываем недельный таймфрейм я уже говорил что желательно по фунту сегодня я анализировал фунт японии и аналогично я анализирую и фунт доллару я ожидаю что скорее в конце торговой недели в пятницу перед закрытием или в понедельник на открытии я на самом деле приступил бы к покупке по данному инструменту почему потому что формация из этих двух свечей предполагает возможность для дальнейшего движения наверх и как раз таки первой целью будет обновление максимума предыдущей неделе это 71 785 вот и в дальнейшей естественно цель 72 300 там есть у нас больше более верхние цели но в любом случае я отмечаю пока ближайший уровень если посмотреть на четырех часовик увидеть что какая у нас тут картина наблюдается то по ближайшим скрытым уровнем я вижу что так так цена где у нас находится цена пока не восстановилась ни относительно ни одного из уровней в принципе наиболее ближайший уровень который нужно чтобы цена восстановилась самый близкий имеется ввиду по значению цены это отметка пускай это будет рубеж пускай это будет рубеж 71 360 допустим да то есть открытие 71 364 на этой свечке мы видим цена находится ниже данного рубежа значит пока что рано покупать по 4 часовику тенденция нисходящая если посмотреть по часу здесь у нас больше уровней я даже налево сейчас смотреть не буду через через историю я просто посмотрю по ближайшим уровнем здесь получается у нас отметка 71 280 мы видим цена к этому района подходила отбилась и никак не может закрыться выше то есть какой-то всплеск был после движения сильного вниз но восстановления нет если посмотреть теперь уже в истории раз мы решили не взглянуть то поэтапно я могу выделить здесь с точки зрения кластерного анализа то что я хочу вам объяснить уже в четверг когда у нас чат будет работать потому что вопросы я знаю будут я выделяю здесь данный торговый коридор и естественно знаю определенную точку где и как цена если отбивается что нужно ожидать в дальнейшем здесь у нас было первый приход в эту зону и было отбитие с обновлением максимумов потом фактически у нас сегодня был уже вынесли на стопы тех участников которые торговали от этого торгового коридора то есть я так думаю что с учетом того что стопы были сбиты в то же время произошло восстановление рынка они произошло движение вниз это очень важный момент то что я сейчас говорю то есть если посмотреть я выделю специально верхнюю часть этого этой консолидации и мы понимаем что цена фактически закрывается выше вы видите да выше красной линии этот верхней части той самой консолидации и мы видим ретест закрепления если произойдет дальнейшее устремление цены наверх от уровней буквально сейчас поточнее вам отмечу на самом деле очень точно уже отметил я так думаю что спрос продолжится никаких проблем нет если цена закрывается ниже 71 140 допустим да там весьма вероятно еще долго будет на торговаться ниже более низком более низком торговом коридоре что просто растянет консолидацию перед продолжением движения вверх имеется ввиду сегодня у нас вторник и надо еще ждать среду четверг пятницу для того чтобы недельная свечка закрылась чтобы создать нормальное движение наверх поэтому пока вот значимый уровень 71 144 я думаю есть смысл внимательно и оценить ситуацию относительно данного рубежа я думаю что если цена закрывается ниже данной отметки повторяю тогда возможность есть достижение уровня 70 950 и просто цена будет торговаться в более низком с новом коридоре перед продолжением движения наверх если этого не произойдет то естественно цена будет торговаться в более верхнем с новом коридоре вполне возможно тогда цена обновит и ближайшие максимум 70 71444 и таким образом просто быстрее произойдет восстановление рынка и быстрее будут достигнуты и 71 800 и 72 300 тут два сценария либо это будет быстрее у нас достигнута уже на текущей неделе либо просто напросто растянется до следующей недели восстановления рынка я так думаю обвала который мы тут кто-то ждет например на фунте я на самом деле его не жду потому что если открывать дневной таймфрейм здесь ничего не показывает нам того что должен произойти какой-то обвал то есть пока что я смотрю оптимистично на данную ситуацию если особенно открывать недельный таймфрейм то я тут вообще не вижу чего-то экстремального для разворота рынка то есть исходя из формации то что сейчас у нас сформировано на неделе я скорее смотрю наверх они вниз по фунту я вам все объяснил у нас осталось 12 минут если кого-то интересует например меня спрашивали по австралии новой зеландии недавно я сейчас проведу анализ по данному инструменту значит здесь с точки зрения месячного таймфрейма я уже неоднократно говорил что цена находится на абсолютных минимумах своих и мы понимаем что с учетом данной закономерности скорее всего весьма вероятно закономерность здесь следующее что скорее цена так и будет продолжаться торговать в данном широком торговом коридоре который у нас многолетний ценовой коридор используя данную закономерность мы можем учитывать что в какой-то момент действительно цена должна развернуться вверх и достижение отметки например 11800 будет действительно реальный и она будет например в среднесрочной перспективе пока мы видим что цена не хочет восстанавливаться потому что мы понимаем что недавно будут повышена ставка по он в новой зеландии была повышена ставка на зеландии австралии естественно не хотели повышать ставку и в связи с этим мы видим рост новой зеландии австралийцев он естественно у нас снижается исходя из данных предпосылок мы Мы понимаем, что весьма вероятно до следующего заседания центральных банков Новой Зеландии и Австралии пересмотра ВВП, безработицы, инфляции, я думаю, пока рынок будет себя вести здесь в сторону все-таки роста Новой Зеландии и снижения Австралии. До новых фундаментальных событий я не ожидаю здесь конкретно какого-то резкого восстановления. Если теперь привнести какие-то здесь дополнительные подтверждения в рамках технического анализа, мы можем добавить трендовые линии, конечно, мы можем посмотреть здесь на какие-то другие предпосылки, на дивергенцию, конвергенцию и так далее. Но я думаю, что следуя месячные и недельные таймфреймы, нужно учитывать, что нужны какие-то мощные фундаментальные составляющие, которые должны развернуть Австралию против Новой Зеландии вверх. Поэтому пока мы видим здесь нисходящую тенденцию и на месяцы, и на недели. Здесь у нас также есть скрытые уровни, безусловно, на покупку, на продажу. Один из скрытых уровней у нас был в рубеже, вы видите, 1.08073. Предложение у нас выросло 15 июня, и потом мы видели две свечки ретест. То есть, и вот только что я вам объяснял по курсу обучения по скрытым уровням. Текущая свечка, это у нас недельная свечка, она должна быть черной, если мы хотим ожидать роста предложения. Если произойдет возврат, движение наверх, то вполне возможно, тогда уже и это уже технический разворот будет. Тогда уже мы будем понимать, что предложение не растет, и тогда продавцы будут закрывать свои позиции. Один из скрытых уровней я отмечу еще ниже. Это по отметке 1.07928. То есть, вот данные рубежи, цена весьма далеко находится. Пока что, если посмотреть, это 93 пункта, поэтому я думаю, пока на покупку здесь ничего не видно. Скорее, мы видели ретесты от скрытого уровня на продажу, и здесь ситуация больше смотрится сейчас скорее не на покупку, а на продажу и стабилизацию цены на достигнутых уровнях. Но если даже продавать, с учетом того, что мы видим здесь абсолютные минимумы, я на самом деле не рискнул бы. Потому что я понимаю, что весьма вероятно сработает та закономерность многолетняя, которая у нас в данном инструменте и используется. То есть, это скорее движение наверх, а не вниз. Поэтому здесь вопрос только лишь времени. Мы дождемся озвучивания процентных ставок и по Австралии, и по Новой Зеландии. И я думаю, когда произойдет новое повышение, например, процентных ставок в Австралии, или наоборот, даже одновременное понижение процентных ставок в Новой Зеландии, таким образом мы увидим мега-рост, который за короткое время должен будет сформировать движение наверх. И ближайшая цель – это 1.11800. Дальнейшая цель, конечно, восстановление на более высокий уровень – это 1.15. И пока что я думаю, что до озвучивания, повторяю, процентных ставок, что я думаю, наиболее сильным будет драйвером для разворота рынка. Пока данного события нет, я думаю, рынок пока не будет расти. То есть мы ожидали, на самом деле, что в Новой Зеландии повышать процентную ставку не будет. Но мы знаем, что недавно все-таки произошло данное фундаментальное событие. Я всегда знаю, что и говорю, вы должны закрывать свои позиции, когда озвучивают такие важные решения. И поэтому, если внимательно посмотреть, то у нас здесь достаточно давно цена находится в нисходящем тренде на дневке, на неделе. Но мы ожидали все-таки то, что, например, 29 мая была большая импульсная свечка наверх. И по импульсному уровню, который у нас находится на отметке 1.096, мы ожидали продолжения движения наверх. То есть мы ожидали, что рынок пойдет наверх. И вот как раз-таки в момент 12 июня была озвучена процентная ставка, повышение процентной ставки Новой Зеландии. В последствии процентную ставку по Австралии не повышали. Именно вот то событие, которое изменило ход движения, точнее, то событие, которое поменяло конъюнктуру на рынке, мы видели, что это как раз-таки было повышение процентной ставки в Новой Зеландии. Поэтому все покупки должны были быть закрыты буквально, по крайней мере, в конце торгового дня. Это по отметке 1.08444. Движение резко было вниз на огромный ценовой диапазон. Я думаю, что пока мы сохраняем здесь, в рамках долгосрочной перспективы, восстановление Австралии против Новой Зеландии, в рамках краткосрочной перспективы, здесь смотрятся скорее продажи, а не покупки. Но я считаю, что потенциал снижения уже почти исчерпан, несмотря на то, что мы наблюдаем здесь нисходящую тенденцию. Итак, у нас сейчас вебинар подходит к концу. Я хочу сказать, что нам нужно еще... Давайте мы посмотрим по золоту, ситуацию по золоту. И мы завершим наш вечерний вебинар. Смотрите, значит, недельный график по золоту. Мы, как я уже говорил сегодня, между прочим, и вчера, и все время недавно говорил, цена золота продолжает консолидироваться на достигнутых уровнях. Восходящая тенденция внутри нисходящего тренда на недельках. И если посмотреть на дневку, то мы видим, что скорее цена здесь так и будет торговаться в данном ценовом коридоре. Максимум, например, его 1.32, минимум 1.36, 1.306, и середина данного коридора где-то 1.1320. Середина его соответствует импульсному уровню на большой, огромный свече от 19 июня. Поэтому ожидаю дальнейшее движение наверх к уровню 1.1332. У нас здесь с вами есть скрытый уровень, который цена не смогла закрыть ниже него. Это была отметка 13.17. Я уже сегодня об этом рубеже говорил. И так как у нас произошло все-таки закрытие выше, сегодня опять у нас ретест относительно данного рубежа наблюдается. И я не исключаю теперь уже повышение к уровню 1.1332 по данному инструменту. Итак, у нас вебинар уже закончился. Всем спасибо, все, кто сейчас у нас был здесь. Я думаю, с завтрашнего дня у нас чат начнет работать, все будет хорошо. Поэтому следующее у нас занятие будет 7.30 утра по Москве. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok